к йогой с вами шумки мы продолжаем про дитеру под названием кунг-фу панда и это поход последний о воине драконе очень древняя и героическая как раз это граммута на покровами извечной неведомой таинственности и содержат пророческие наставления великих мастеров кунг-фу прошлого ну и она единственная в которой важнейший роль играет вкусный суп сапшой однако даже при всем при том воину дракону нелегко было поверить в мироздание в пророчество и в самого себя когда он оказался перед лицом труднейших испытаний все могу хотя ладно нажать про пропустить скорее всего пропадет текст просто последняя битва все вот финал я буду делать первые два удара третий удар придет мне все держаться на этом на этот финал вот это точно же финал это просто уже помню момент отдай мне свиток воин дракон забрал свиток он уже на другом конце китая ты никогда не получишь свиток ой ступеньки что ты делаешь отпусти его кто ты такой я случайно не приятель я воин дракон ты он он же панда и что ты сделаешь дыруми ха 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 сядешь на меня сверху хуже нет я использую вот это в группе рука мы так что сзади польки поздравляю что сзади польку компьютер не просто издевайтесь над звуками победит тай луня и его приспешников easy 1 2 1 2 1 2 почему я должен когда я могу его атаковать когда нет паспорт пьют и они мы поехали дальше с дороги мы просто летим все в порядке ничего необычного о статей аж могу улучшение сделать так да но так который сон дай ему снился когда он подлетел там всех раскинул что за бред я смогу просто врать крутится и все а я забыл все этаж тоже считаете легко его убить едем нормально так и честно ну нельзя же вот так заявиться из ниоткуда и стяну чужой свиток просто бьем но если нашего задела я и а а и 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 это боже мой давай нападай готова свиток мой наконец-то чтобы исполнить мое предначертание на самом деле серьезно легче просто покатиться их снести их всех херам так здесь да щас покачусь чисто перекати поле ну давайте шустрее ночью вас так медленности выходите там ничего нет да так ничего и не понял истинная сила исходит не от листка гумана она идет зачем давай это сломал ты не можешь победить меня ты просто большая толстая панда я не просто какая-то там панда я та самая панда да поздравляю ты выучил прием стальное пузо вперед используя его для победы над тайлунем поехали ну посмотрите это намного легче в атаковать просто едем и все все самый легкий способ его победить поехали 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 сразу на противоположной стороне все готова и донор счет он ухилится почему сюда не добавил ты так это я я чуть было на это не купился они а не все таки есть где-то я наперсток вуджи ты знаешь этот захват тогда ты знаешь и то что самое сложное в нем уборка когда все позади шифу не учил тебя такому захвату ты прав я его сам придумал все 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 полномали а Свершилось! Наконец-то! Пророчество осуществилось! Ага, ну да, так держать, По! Ну так, ребят. Он медитирует, или просто вздремнул, кто знает. У мастера Шифу был счастливый вид. Выглядело это слегка устрашающе, но, впрочем, после победы над Тайлунем и освобождения деревни, воин-дракон мог составить компанию своему учителю в медитации. Одни говорили, что в ту ночь он, наконец, обрел внутренний покой, другие, что он принял свою судьбу, но все соглашались с тем, что он разительно переменился. По счастью, он нашел, во что переодеться. Но не было времени купаться в лучах славы. В мире еще много безнаказанного зла, невинных жертв и неотвешанных пинков. Но... Но это уже совсем другая история. Вот так, ребята, заканчивается наша история. И пошли титры. Которые, я понимаю, я пропустить не могу. Но мы можем поговорить об оценивании игры. Игра у нас, если не ошибаюсь, с 2007 до 2000 года. Я могу ошибаться сразу. Где-то в этом промежутке игра вышла. Можно отметить количество уровней, количество локаций. Да, были одинаковые локации, но все же. Разнообразие боссов. То есть, на каждом уровне, считайте, на каждом уровне по боссам. Либо, допустим, по несколько боссов. Да? Нет. Все-таки по одному боссу. Либо вал по два. Но не суть. Есть довольно такое разнообразие врагов. Есть большое количество... Ну, как и есть элемент РПГ, где мы прокачиваемся. Но если посмотреть... Что мы в основном использовали, это... Как вращение, да? Когда мы крутились. Вращались. Потом... Две слабые атаки, одна сильная. Потом мы просто в основном использовали только легкие атаки. И все. Потому что враги все ваншотились. Мы играли на нормальном уровне сложности. Если же взять, конечно... Высоку, может быть, они путь самого умирали. Лампы скорее хп быстро вносили. Да, были такие глупые моменты, когда нужно было Тигритю защищать, которая от ракетницы сразу вздыхала. Можно было отметить, как нас просто зажали, и я просто не мог атаковать, когда нас два вот этих гиббонных зажали. Еще можно отметить... Ну, я имею сейчас минусы там. В управлении каких-то сложностей не было. В платформе, где тоже сложностей никаких не было. QTE. QTE, да, минус. В плане того, что мало времени дается. Вот когда я был малой, я аж помню, что было очень сложно. Я просто не успевал. Потом... Давайте немного перейдем к плюсам, я думаю. Есть, как я и говорил, боссы, разнообразие врагов, локации, сапфуровни. И то, что нам дали поиграть за обезьяну, за тигрицу, за шифу. Нам даже из-за этого дали поиграть за аиста. Можно в плюс отнести музыку довольно большое разнообразие музыки. Как от классической, такая... Вот такой, знаете... Добивающий что-то такое. Как бам-бам-бам, темпная такая. Ну, как и сейчас, допустим, играет. Также из тех же самых плюсов можно отнести к системе RPG. Ну, то есть прокачку. Вот тут даже и минус, то что мы прокачиваем. Ну, а смысл от большинства там на процентов 80 вообще нет. Костюмы тоже отминусы. Также плюс можно отнести, и это собираемые предметы. То есть у нас есть статуэтки, а есть монетки, за которые дают дипломус. То есть мы сейчас это и посмотрим. Есть дополнительные миссии, ну, то есть это просто для развития. Как сказать, чтобы просто подольше человек поиграл. Можно классическую озвучку посчитать. Только никому почему, а как у нас с мозгами нарушили ее озвучивают. Хотя в оригинале тоже, мне кажется... Не вспомнил. Ну, еще из минусов, наверное, я добавлю это... Самый график, а состояние уровня. То есть были моменты, когда мы просто с вами то падали, то, допустим, вспомните горы, там где были непродушенные. То есть... Камон. Также и можно добавить... Плюс... То, что есть субтитры, есть разрешение для Full HD экрана. Титры, конечно, вот тоже минус. Можно отнести то, что нельзя скипнуть. Я, допустим, не хочу это смотреть, и... Мне это заставляет. А поймите, нам еще с вами смотреть бонус. У меня уже места, на самом деле, нахера нету. Это масло 60 гигабайт, но 20-минутное видео занимает 50. Поэтому мне очень быстро нужно с вами бонусить и просмотреть ролики. Скорее всего, ролики взяты будут из мультфильма. Если да, то я просто, наверное, поскипываю. Ну, то есть, по факту, вы можете те же самые мультики запустить. Кун-фу-фанда и посмотреть, как там представляли пятерку. Ну, то, что там нам классно не давали ролики. Герои. Все, наконец-то. Так, давайте... А, еще риск на несколько игроков. Вот, как еще есть. Давайте, коды есть. Сюрпризы, поехали. Горать на уровне картины, пользовательской игре. Мастер-бон. Великий воин дракон. Ну, да, это, считайте, это просто взято из мультфильма. Блин, а можно как-то... Мастер-тигрица! Ну, говорю, честно взято из мультфильма. А, видишь, как моделька сделана? Разнообразие. Да, вот. Фигурка журавля мы не нашли. Фигурка... Угвая. Угвая. То есть, мы еще не нашли двое. Да? Два-три. Мастер-шифу! Так, далее. Ладно. Четыре. Так, у нас уже четыре неоткрытых. Так, это пустыня. Положить четыре, пять, шесть, семь. У нас семь неоткрыто. Серьезно. Вау. Так, ну. Заходим на несколько игроков. Смотрим, что здесь. Витеркоп, так, побоище, как каждый игрок победит на других игрока. Я, кажется, играл с другом в это. Надеюсь, главное... Тут по стрельбе. Это, короче, типа... Две одинаковые находить по очереди. Так. Остановить воровку. А, сокровища, которые воруют... Защита. Ну, блин. Здесь в основном дуэльки вывезти на роды всякие. Допустим, давайте. Давайте вот просто попробуем. Такая один запустился. Здесь... Если не ошибаюсь, бывало падало оружие. Это ярость. Бывает такая еще херня, когда по тебе что-то пуляет, что-то падает. Ну, зато можно... Так, это взрывной шар, который... Я не знаю, откуда врагов выталкивает. Здесь, короче, происходят битвы между игроками, как вы поняли. Так, это хил. Ну, короче, как-то вот так, ребят. Как вы видите, игры на двоих тоже довольно... Разнообразные. Поэтому это даже тоже можно отнести в плюс. Как игры для двоих. Как драки, так и более логические. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до старых игр. Всем пока.